Приветствую вас, друзья! С вами Дмитрий Лапшинов. Как исполнить все свои желания интересовало людей издревле. Каждый человек стремится к счастью, и исполнение желаемого – это то, к чему стремится каждый человек. Мы здесь для того, чтобы утолить свои фантазии. И если эти наши фантазии делают лучшим наше тело, психику и ум, то мы эволюционируем. Если же наши фантазии разрушают наше тело, психику и ум, то мы деградируем. Задача состоит в том, чтобы быть счастливым, насыщаясь своими желаемыми фантазиями, и эволюционировать. Существует множество инструментов для достижения желаемого в разных традициях. Но все их можно свести к трем основным ключам. Это три разных инструмента взаимодействия с пространством и с временем. Это природа речи, природа намерения и природа состояния. Это три сакральных метода, которые использовали наши предки, которые использовали йоги и которые используют посвященные. Но прежде чем к ним приступить, мы должны понимать, что нет смысла достигать серьезные вершины и задачи тем уровнем сознания, на котором совершаются ошибки. И даже более того, нет смысла решать ошибки тем уровнем сознания, на котором эти ошибки совершаются. Мы должны поменять свое состояние на ясность и твердую уверенность в своих действиях. Так как мы становимся не тем, кем желаем, а тем, кем себя ощущаем, в чем уверены. Нет смысла достигать задачи, а внутри сомневаться. Мы будем притягивать то, чем внутри себя сомневаемся. Поэтому будьте уверены за те инструменты, которые беретесь. Ожидайте в них твердую реализацию. Поэтому будьте уверены в тех инструментах, за которые беретесь, прежде чем их использовать. Первый инструмент – язык речи, когда человек прописывает свое намерение. И причем тут есть свои сакральные ключи. Первое, что необходимо знать, мы должны прописывать свои желания в моменте настоящего. Не то, что я достигну, а то, что я уже этого достиг, то, что я это уже имею в моменте настоящего. Самые сильные намерения – это момент настоящего. Не я буду счастливый, а я счастлив. Не я достигну это-это, а я уже это имею. Это первый ключ в моменте речи. Также второй ключ здесь присутствует. Необходимо прописывать все не синим цветом, как это делают сегодня большинство, а красным. Синий – это то, от чего мы хотим избавиться. Ультрафиолетовый спектр, небеса. Красный – это инфракрасный цвет, утверждение. Итак, первый ключ – это прописывать все в моменте настоящего. И тут второй же – прописывать все необходимо красным цветом на утверждение. Здесь сейчас цвет силы. Инфракрасный спектр заземляет. Мы притягиваем. А синий цвет, который использует сегодня большинство для такого же прописывания. Синий цвет – это то, от чего мы хотим избавиться. И поэтому прописывать желаемое синим цветом – это наоборот на избавление. Вот ключ первого инструмента реализации своих желаний – прописывания. И так человек прописывает, прописывает, прописывает свои желания. Это самый простой метод. Второй уровень, вторая более глубокая стадия – это наши твердые намерения. Когда мы не используем ни речь, ни пропись, человек может визуализировать свое желание. Точно так же, первое, в моменте настоящего я уже это имею. А второе – необходимо обхватить свое желание своими пятью органами чувств, окнами души. То есть испытать это визуально, на вкус, как это было бы, на запах, на тактильные ощущения. И вот чем больше мы обхватим своими органами чувств, тем больше мы туда вложим энергии. То есть оживим образ для его максимально быстрой реализации. И третий сакральный инструмент притяжения своего желаемого – это излучение. Это душа. Это любовь. Это состояние. То есть для того, чтобы стать успешным, надо сначала почувствовать себя успешным. Для того, чтобы стать чемпионом, надо сначала почувствовать себя чемпионом. Для того, чтобы стать богом, надо сначала почувствовать себя богом. Для того, чтобы стать богиней, надо сначала почувствовать себя богиней. Для того, чтобы притянуть себе вторую счастливую половинку, надо сначала почувствовать любовь. Иначе мы притянем от ума корысть, выгоду, ожидание, чувство безопасности, у которого будет зеркальная компенсация по отношению к нам. Если мы хотим, чтобы к нам испытывали любовь, нужно сначала самому эту любовь взрастить. И вот третий инструмент и является самым сакральным, и является самым божественным, это научиться испытывать сначала изнутри свои внутренние состояния. Так как то, что мы ощущаем, то мы и излучаем, а что мы излучаем, то и получаем обратно, то и притягиваем. И вот нет смысла становиться счастливым, а внутри ощущать себя бедняжкой. Нет смысла становиться чемпионом, а внутри ощущать себя в страхе. Мы становимся тем, кем себя ощущаем, а не тем, кем желаем на уровне ума. И тут есть специальный инструмент внутренней трансформации. Допустим, мы желаем стать чемпионом. Это может быть любое желание, как уже только что сказал. Материальное, духовное состояние, не принципиально, творческое. Выбирайте состояние для себя, желаемое для себя. И работа состоит в следующем ключе. Для примера возьмем состояние чемпионства. Мы можем закрыть глаза и проговаривать внутри себя, я чемпион, я чемпион, либо женщина, я красавица, либо я изобилен, я есть изобилие. И вот мы проговариваем на протяжении недели, я чемпион, я чемпион. Допустим, по пять минут в день. После чего мы начинаем проговаривать то же самое без движения языка. Язык прижимается к небу за зубами вверх. И мы начинаем говорить то же самое без движения языка. И у нас запускается ментальное проговаривание, ментальное твердыня. Мы становимся в этом уверены. И где-то через неделю точно так же мы начинаем входить в это состояние. Мы начинаем ощущать это. Мы начинаем ощущать свою силу, твердыню, свое чемпионство, либо свою красоту, либо бесконечное изобилие. То, что мы начинали проговаривать. И вот тут-то и начинается основная работа. Как медитативная практика. Мы начинаем кипеть состоянием в этом желании. И тут-то оно начинает излучаться. И после этого начинает как раз и притягиваться. Вот третий сакральный уровень – работа с состояниями. Примерно несколько дней недели с движением языка проговаривания. Потом без движения языка ментальное. И это закрепляется в сердце. Мы начинаем это излучать. Состояние. И вот этот третий уровень – работа с состояниями. И есть божественное состояние. Мы начинаем притягивать то, что необходимо нашей душе. А не то, что необходимо нашему уму. А душа знает гораздо больше и важнее, что нам нужно и как-то максимально это притянуть. Мы можем не задумываться, как этого добиться. Через кого, через что, через какую задачу и реализацию. Мы просто уже финишный плод себе держим, ферментируем. Он кипит, излучается. И синхронистичность событий через одного, через второго, через третьего само находит решение, как к нам это притянуть, примагнитить. Как цветы. Они не ищут пчелу. Они ферментируют. Они излучают. Нектарят. Аурят. А пчелы сами притягиваются и находят самый аморитовый, сладкий и вкусный, излучаемый для него цветок. Так и мы излучаем душой свое желаемое, а событие примагничивается, примагничивается и примагничивается. Это уже инструмент посвященных. Работа напрямую с состояниями. Вот, в принципе, три инструмента реализации своих желаний, друзья. Первое. Язык речи, прописи. Второе. Язык намерения. Визуализации. И третий язык – состояние. Напрямую. Все они в моменте настоящего. Во всех в них мы должны вложить внимание настоящего. Используйте, друзья. В этом ключ к счастливой жизни, друзья. Каждый, кто работает с осознанными сновидениями, знает, как быстро эти принципы работают во снах. Мы во сне не говорим, а мы работаем душой. С состоянием напрямую. И в моменте настоящего твердым, уверенным намерением. Тот, кто способен работать твердым намерением и твердыми ожиданиями, успешно работает с событиями вокруг себя в реальной жизни. Используйте, друзья, эти инструменты по мере своей готовности. Необходимо взять ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Если не визуализируется, прописывайте. Если не испытываем, визуализируйте. А если испытывайте, то не тратьте времени на нижестоящий. Используйте этот верхний прямой медитативный духовный опыт. И он в том числе будет являться и вашей медитацией, и вашим духовным присутствием, и духовной реализацией. С одной стороны, мы притягиваем, возможно, намерение для жизни, для социума, для материальности. А с другой стороны, это духовная медитация, ясного присутствия и счастливого состояния души. Будьте счастливы, друзья. Живите изобильно на уровне тела психики ума и от души. Пусть в вашей жизни будет то, что необходимо вашей душе для максимального счастья и реализации.